Развилковская библиотека давно стала не только книгохранилищем, но и местом проведения разнообразных мероприятий. Очень интересная у нас жизнь протекает, очень бурлит постоянно что-то. В конце марта у меня у самой здесь была выставка, я занимаюсь рукоделием. В библиотеке постоянно проходят и творческие встречи с певцами, поэтами, актерами. Встреча с нашими сегодняшними гостями проходила накануне в библиотеке совхоза имени Ленина. И жители совхоза остались очень довольны этой встречей, сказали, что она прошла на ура и была очень интересной. И поэтому мы решили пригласить их к нам в библиотеку, чтобы наши жители тоже познакомились с ними и с их творчеством. Гостями сегодняшней встречи были актеры, занятые в известном сериале «Серафима Прекрасная» и Карине Фолиянс, сценарист и режиссер этой мелодрамы. Смотреть нечего. По деревне трепаться станешь, все назад отбывай. Ну что, тетя Сим, нет. Я могила. Сериал «Серафима Прекрасная» получил высшую телевизионную награду в России – премию «Тэфи». Я милая, я ничего, а я бы убился горячо. Телезрители увидели этот фильм в 2011 году. Но до этого времени Карине пришлось многое пройти и пережить, чтобы стать одним из известных российских кинорежиссеров. Когда я закончила в 1994 году институт, мы-то все думали, что нас сейчас все трудоустроят, мы сейчас все пойдем работать в кино. Я очень хорошо показалась на студии Горького. Они сказали, что вы в объединении ладья. Мы вас берем к себе, вы у нас будете работать. В момент, когда мы заканчивали институт, не было уже ни объединения, ни студии, ничего. Это было время всеобщей перестройки. С 1995 по 2005 лет работы в кино практически не было. Однако опускать руки не в характере Карине. Она продолжала учиться и писать книги. По одной из них и был создан сценарий «Серафимы». А затем и снят фильм. По срокам обычно 12-серейная картина снимается около 4 месяцев. Готовились мы очень быстро. В течение трех недель был сделан весь подготовительный период. Были найдены актеры, были найдены объекты. Это вообще уникальный случай, что так быстро. Но у меня свой коллектив, который в течение 10 лет я не меняю. На встрече с жителями была и Анастасия Добрынина, которая в сериале сыграла Серафиму в детстве. На счету режиссера и сценариста Карине «Фальянс» более 20 картин. Одна из последних – «Пармские фиалки». Актриса Татьяна Севрюкова, приехавшая навстречу, играет главную героиню. Деревенская история, тоже очень интересная, глубокая. Может быть, чем-то перекликающаяся с Серафимой. Там я играю женщину, простую, деревенскую. Зовут меня Ольга. И там совсем другая судьба. У съемочной группы «Фальянс» и тем более у нее самой очень насыщенный график работы. Готовится к выпуску еще две картины. Карина превосходна. Снимает такие прекрасные фильмы, что, вы знаете, просто слезы выворачиваются на глаза, потому что там чистые отношения людей. Там любовь, там дружба. В планах руководства библиотеки продолжать знакомить жителей и с другими интересными творческими людьми. Людмила Медведева, Данил Свидярский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.